Я друг Лютика, ищу Элихаль. Ты её нашёл? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать? Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал... Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что! Подожди здесь. Так, лучше? То есть ты? Элихаль. То есть ты Элихаль? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взберело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует. Ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютик открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Я знаю, что это не моё дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану Доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. Ммм. А ты вот никогда не хотел стать хоть на минуту кем-то другим? Это должно быть страшно скучно всё время быть ведьмаком. Мне ещё не наскучило. О чём вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное. Ммм. Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он всё время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили всё с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вёл он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, ооо, что там творилось. По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит Старая Курва. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришёл с какой-то курткой Золтана и попросил пришить ещё один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашёл просто поговорить. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Продолжение следует...